Мы не посмотрим небольшой фрагмент со зрителями этого действия. Сегодня очень красивая дата, такая необычная. 23 августа 2023 года. Но мало того, что эти цифры так рядышком не похожи друг на друга. Между ними еще есть восьмерка. И пусть эта восьмерка будет знаком бесконечности вашей любви. Властью данной мимы Московскими унистическими форумами я вам таким восхитительно продвинутым объявляю о том, что мы стали мужем, и женой. Спасибо вам, мой первый джентльмен, который выгружил свое приветство. А почему, собственно, вам предложили поучаствовать в таком мероприятии? У вас есть идея? Ну, помимо того, что вы красивая актриса. Спасибо, очень приятно. Мне кажется, что подобное притягивает подобное. Все мы живем с некоторыми магнитами внутри. И мы притягиваем в жизни обстоятельства и людей, которые соответствуют нашему душевному запросу. И для меня очень важна семейственность. Я очень люблю принимать участие в фильмах, которые касаются семейной тематики. Меня завораживает все, что связано со свадьбами, родами, крестинами. Это же так прекрасно. Это традиции, это гимн жизни, гимн любви. И, конечно, когда мне предложили поучаствовать в таком мероприятии, я побежала. Не сомневались, да? Я сказала, конечно, да. Еще и в такую... Я читал, что вам ведь ваш супруг сделал предложение в таком... На поклонах, после премьеры, после моей премьеры. Да, это прямо на сцене. То есть для вас это тоже было сюрпризом? Было очень неожиданно. Мы не так долго были вместе на тот момент. Где-то около полугода. Мы встречались, но он решил мне откладывать в долг ящика и заявить о своих намерениях. Как он потом признавался, понимая, что, возможно, я еще не готова, но он решил заранее забронировать, обозначить намерение. И он в очень, я бы сказала, корректной формулировке делал предложение, потому что он не спрашивал у меня, согласна ли я. Он просто встал на одно колено, преподнес кольцо, сказал, чего бы ему хотелось, что ему хотелось бы вместе идти по жизни. То есть не загонял вас в угол. Да, и в итоге я испытывала терпение мужа два года. Два года? Только после того, как мы прошли горнила пандемии, мы поняли, что мы уже отчаянно хотим пожениться. Но он был в каком-то сговоре с вашими коллегами? Не мог же он просто... С режиссером, постановщиком спектакля Сергеем Молдониным он, конечно, был в сговоре.